Всем самого доброго времени! Вы на канале Ритки Гадалки. Сегодня очень необычное видео о детских талисманах для новорожденных. Сразу расскажу о некоторых из них и расскажу, какой можно обряд сделать для того, чтобы он оберегал новорожденного или новорожденную. И начну, наверное, с того, что сейчас очень много вариантов для новорожденных. Это вот такой маркетинговый ход. И ручки есть, и ножки, и просто мама и ребенок, чтобы всегда вместе были. И колясочки. Значит, по поводу колясочек сразу скажу, что это не совсем хорошая идея, потому что, ну, по-хорошему, ребенок в коляске обычно, ну, год, ну, полтора, да, то есть это не очень хороший символ, чтобы ребенок, ой, упал мой помощник, чтобы проводил время в коляске. Вот. Поэтому от этого символа, ну, просто его никак не нужно активизировать, просто оно обычным украшением может являться. По поводу ручек и ножек. Что могу сказать? Вот ручка одна. Ну, это если, например, его активизировать такой талисман, просто одна маленькая ручка. Человека для рукасты, для людей, которые будут либо, например, заниматься ручным трудом, это может быть все, что угодно связано именно с руками. Лепка, например, либо это, может быть, хороший мастер, великолепный массажист, либо великолепный мастер, парикмахер или художник, там, где именно руками человек работает. Можно также активизировать. И лучше всего, на мой взгляд, это все-таки ножка или вот такая вот тапка, да, вот такая вот тапочка, тапка. Почему? Потому что ноги, соответственно, у ребенка, мы знаем, путы разрезают, чтобы он пошел поскорее. И, соответственно, вот такие вот тапки, они именно символизируют успешную жизнь, успешную дорогу, да, которую ребеночек будет себе протаптывать, да. И вот такой символ, на мой взгляд, годится куда лучше. Каким образом его зарядить, какие слова говорить, я вам для примера покажу свой вариант. Если вы какой-то свой можете составить грамотно, пожалуйста, можно использовать и его. Значит, пока ребенок новорожденный, вот этот талисман носит его мама. В идеале можно вот туда внутрь положить либо одну волосинку ребенка, либо это когда она носит. А когда она уже отдает, наоборот, уже ему, ребенку, когда уже где-то ближе к годику, к полторам, можно этот талисман отдать уже ребенку, чтобы он скорее пошел, да, чтобы ребенка ждала хорошая, счастливая жизнь, успешная, чтобы все дороги были открыты. Тогда уже можно смочить либо своей слюной, либо своим молоком. Но в идеале, конечно, молочком вот этот тапочек. И потом уже как бы оно испарится, не вытирать ничего. Тоже внутрь. Какой вот текст я предлагаю? Опять же, текст может быть и другой. Тут сам символизм, сам обряд. Пусть эта тапка подарит долгую жизнь. Маленьким лапкам успех и удачу решать все задачи. Все пути, все дороги, все освящают боги. Ну, вот такой вот вариант, да. Это я его сама составила. Я считаю, что вот таким образом, чтобы не было частицы, не чтобы было все конкретно, от мамы, от отца. Я считаю, что оно будет нести хорошую энергетику. И вот советую покупать либо вот такие тапочки, либо ножки, да. Вот. То есть, чтобы именно на открытие дороги, на открытие долгой жизни, на открытие пути. В ситуации с ручкой, в ситуации с коляской, тут немножечко уже другое. Вот. И как бы я все-таки советую остановить всем внимание на вот таких вот тапках, пинетках и ножках, да. Чтобы именно дорогу протаптывало на успех, на удачу, на везение. И вот где-то до года носит мама, после года уже ребенок. Ну, на этом все. Вот такое коротенькое видео. Надеюсь, оно было полезно. Пишите ваши комментарии, насколько вам такие видео нужны. И у меня есть вот желание еще несколькими обрядами, такими несложными поделиться. Пишите комментарии, пишите, как вы относитесь к таким оберегам для деток. Считаете ли вы вообще нужным такое покупать? Или же считаете это просто маркетинговым ходом? Ну, на этом все. С вами была я, Литка Гадалка, канал Ироничная Таро. И увидимся очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok